Ну вот, друзья, после того, как мы наметили форму сочинения, гармонический план и уже набросали в общих самых общих чертах эскиз в финальной части, приступим к главному, приступим к сочинению основной части, которая, собственно, и будет выражать полностью, собственно, название сочинения «Бегся впереди себя». Итак, напоминаю, это у нас сочинение для скрипки и луп-машины, мы будем играть и записывать одновременно петли, которые будут накладываться друг на друга, и каждая петля будет длиться одну минуту, все сочинение должно быть примерно 12 минут, состоящее из 12 петель, из них 8 петель – это у нас первая часть, и 4 петли – это финальная часть. Ну, не часть, а разделы, допустим. Итак, у нас мы начинаем работать над главным основным разделом, который состоит из 8 петель по одной минуте. Ну, естественно, начало произведения – это, конечно, самое главное, поскольку именно в нем должно быть заложено основные смысловые моменты, основные зерна сочинения тематические, и, конечно, оно должно быть захватывающим, интересным, чтобы не дать публике скучать с первых же секунд произведения. Плюс к тому огромная сложность этого метода композиции для луп-машины заключается в том, что мы должны распределить эти петли так, чтобы они друг с другом не конфликтовали в будущем, и одновременно нам надо сделать каждую петлю, чтобы она слушалась интересно. Как минимум, первая петля должна слушаться очень интересно сама по себе. Уже потом, когда включается вторая петля, они начинают взаимодействовать между собой. И далее, и далее, третья, четвертая петля. И вот эта полифония вот этих петель, она очень сложна, потому что мы должны рассчитать, распределить это все. И, конечно, в процессе сочинения наверняка будут вноситься много-много корректив и изменений в структуру каждой петли. Но с чего-то все равно надо начинать, поэтому попробуем набросать эскиз первой петли. Вот он перед нами уже есть. Значит, что у нас здесь происходит? Эта петля состоит из 24 тактов в размере 4 четверти. Темп довольно живой. Четверть равна 96. Соответственно, 24 такта из 4 четвертей примерно длятся плюс-минус секунды-минуту. Вот. Теперь, как мы в прошлой серии наметили, вернее, в позапрошлой серии мы наметили гармоническую основу сочинения, то есть вот эти вот супераккорды, они у нас, их всего 8, да, 24 разделить на 8 равно 3. Соответственно, тупо поделим по 3 такта на каждое созвучие. И вот они у нас для наглядности, для того, чтобы от них отталкиваться, прямо здесь нижней строчкой написаны. Это удобно тем, что мы можем именно эти ноты брать для себя, сочиняя, собственно, вот скрипичную партию. Поэтому они здесь присутствуют. Потом, конечно, я их уберу. Это просто как подсказка, чисто для меня и для вас, чтобы вы видели, как это все происходит. Вот. Далее. Мы в одной из серий наметили несколько таких звуковых эффектов, с которыми мы будем работать на протяжении вот этого сочинения. И в этой первой самой петле я постарался по максимуму их использовать, но надо еще учесть то, что некоторые из этих приемов, они сейчас не должны присутствовать, поскольку они появятся в следующих петлях, как развитие вот этих приемов, которые сейчас здесь есть. Сейчас поговорим о самом начале. Я не исключаю, что начало будет совершенно другим, и вообще, как правило, начало сочинения, оно пишется всегда в конце. Но мы пока наметим вот такое начало, чтобы было от чего отталкиваться. Ну, во-первых, оно сразу привлекает к себе внимание. Это вот этот резкий аккорд, который включает в себя как раз-таки тему, которая у нас есть. Вот этот аккорд, который на этих нотах строится. Он берется сразу по четырем струнам, суть понтичелла, очень резко. И далее идет тот самый прием, о котором мы говорили в одной из серий. Когда мы играем в левой руке, у нас идет трели, постоянно идет на трели ноты. В правой руке идет такой триольный деташе, и при этом коленю с мячком, плюс еще на соль струне. Вот такой эффект. Вот. Это у нас уже сейчас использовалось два приема. Первый, это чисто аккордовая техника. Второй, это вот эта вот возня на струне колене. Далее, идем дальше. Вот у нас встречается, ну, естественно, пауза. Пауза – это просто как один из драматических элементов. Паузы всегда важны в сочинении, особенно в самом начале. Вот мы сейчас заявили о себе, раз – остановились, да? Пауза очень нужна здесь, чтобы зритель немножко пришел в себя от этого, успел осмыслить то, что он услышал. И поехали дальше. Дальше у нас тоже аккорд, но уже разложенный на деташе с мячком, буквально длящийся всего в одну четверть. И потом возвращаемся опять на это. То есть следующее – это практически повторение того же самого, но немножко с добавлением, чуть-чуть развития. Я сейчас играю, может быть, не совсем точно, что написано, потому что сейчас пока нет времени учить, я просто набросал и прям сходу пытаюсь это озвучить. Вот, далее у нас опять идет одна пауза, один такт. Уже покороче, да, потому что нельзя постоянно делать одинаковые паузы. Лучше тогда следующее будет покороче, чтобы это не наскучило. Далее у нас встречается третий или там какой же четвертый прием, когда идут флажилеты. И сразу идет следующий прием, где у нас двойные ноты. И вот эти двойные ноты у нас, естественно, мы берем из того созвучия, которое соответствует в нижней строчке. То, что мы разложили изначально, поскольку потом в следующих петлях вот эти двойные ноты, они еще будут появляться, появляться, и таким образом будет читаться, начинается читаться гармония. Вот, пока что это просто двойная нота, которая может режет слух и так далее. Но в будущем ориентируемся на то, что из этих вот созвучий будут вырастать какие-то гармонические уже подкладки. Далее, идем далее. Что у нас здесь? Опять, та же самая вот эта возня, но здесь уже есть развитие внутри вот этого мотива. развитие заключается в том, что мы делаем неожиданное крещендо, вилку вверх, и это как бы развивает весь этот элементик, потому что сначала это было такое какое-то там бурчание, 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 и вдруг оно резко вдруг вылезает на поверхность. То есть это уже добавляет интереса. Напоминаю, что всегда надо держать публику в напряжении. Ничего не должно повторяться буквально. Надо обязательно добавлять какой-то новый элемент, новую краску, и тогда публика будет вся во внимании. Следующий, опять мы повторяем наши флажелеты. Кстати, надо обратить внимание, что вот эти флажелеты, и первый, и второй раз, они у нас идут четко по тематизму. Ми, си, ля, диез, потом идет двойная нота, ля, диез, до. Это вот, собственно, наш мотив, который у нас был. И потом следующие флажелеты. У нас это тоже один из наших мотивов, которые мы нашли тогда еще в первых же наших сериях. И то же самое, это касается и вот этих наших. Там тоже все это идет, ноты по тем мотивам, которые мы нашли в самом начале. К чему это я говорю? К тому, что, конечно, желательно прорабатывать все мотивы так, чтобы они были не с потолка взяты, а именно брать за основу то, что мы нашли, и только это и использовать. И не брать случайные ноты. Чем меньше случайных нот, тем более цельным будет сочинение. Далее. У нас встречается новый прием пицциката. Также на том же мотиве. Да? У меня сейчас в руках скрипка. Не моя, все фальшиво, но это не важно. Главное, что мотив сохранен. Далее. Опять развитие. Вот у нас двойная нота появляется, но перед ней уже есть. Это опять развитие вот этого мотивчика. К нему уже добавляется вот этот вот придык. И далее идет. Тут уже два раза идет от форты к трём пьяно. Да? Здесь начинать. Вот. То есть все время, все время идет развитие. Далее у нас опять пиццикаты, которые просто более развернуты. Да? И вот эти реплики. И опять мы видим еще один маленький совершенно мотивчик здесь. Вот он. Это как бы самое начало. Потом, наверное, где-то ближе к концу он будет развиваться и уже перейдет вот... в такие оркестровые, вот чисто в такой вот скрипичный чёст, да, о котором тоже мы говорили. Вот, соответственно, вся петля у нас построилась вот на этих вот нескольких приемах. Некоторые из этих приемов будут потом развиваться и переходить, может быть, синтезироваться, может быть, как-то объединяться с другими. В общем, мы посмотрим. И сейчас очень приблизительно для первого раза, пусть это будут с погрешностями, там, не теми нотами, но не важно. Главное наметить эту петлю. Давайте попробуем ее сейчас изобразить, как она будет звучать на скрипке. Главное наметить эту петлю. 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 Продолжение следует...